И в сегодняшний наш выпуск я бы хотел посвятить обзору монет. Монеты эти сразу скажу не российские. Правда же вот интересная монета. Делай правильно и никого не бойся. Правда победит ложь и клевету. Здравствуйте дорогие друзья. Рад приветствовать вас уважаемые коллеги, наши постоянные подписчики и гости канала Заметки Нумизмата. С вами в эфире эксперт нумизматического некоммерческого проекта Пол Полушкин Алексей Шлыков. И сегодняшний наш выпуск я бы хотел посвятить обзору монет. Поделиться с вами, показать довольно редкие интересные экземпляры, что попали ко мне вот прямо буквально на днях и которые находятся со мной сейчас вот в этой студии. Монеты эти сразу скажу не российские, что скорее нетипично для нашего канала. Но вы же все время просите осветить что-то зарубежное и необычное. Так вот получаете по-моему весьма себе необычные и весьма себе зарубежные как раз сегодня будут на нашем обзоре. Тема ролика средневековья. Встречайте. И начнем мы сегодняшний обзор с самой ранней монеты нашей подборки с так называемой подражалки. В данном случае вот мы видим это несомненно варварское подражание тремесу монете поздней Римской империи, а именно византийскому тремесу Юстиниана Великого, о чем и говорит тут надпись на аверсе. А на реверсе тоже типичная для этой византийской монеты надпись Виктория Кануб. Ну и собственно сама Виктория на троне. То есть все по классике, если не учитывать, конечно вот корявость и такую небрежность изготовления монеты. Хотя знаете среди подражаний раннего средневековья этот экземпляр кстати шедеврален еще в своем исполнении. Большинство ну просто вообще и без слез не взглянешь. А тут видно, что люди старались и чеканили вполне достойно и профессионально. Кстати чеканили эту монету вестготы, далекие предки современных испанцев. Чеканили примерно в 568-586 годах во время правления короля Левгильда. Ну или Уивгильда в другой транскрипции, ну кому как нравится. Кстати, сначала то он чеканил такие монеты с именем Юстиниана, как вот именно этот экземпляр. А потом, видать, решил, что все надо это дело прекращать. Да и византийцы вообще-то по большому счету это враги для них были. И начал чеканить на монетах свое имя. А на обороте вместо легенды Виктория появилась надпись король Барселоны. В остальном ну вот все то же самое и без изменений так и оставил. Правда же вот интересная монета. Кстати, если может кому-то будет важным ее вес 1,51 грамма, диаметр 18 миллиметров. То есть технически она полностью соответствует византийскому исходнику. Ну а мы переходим к следующей монете. Тут у нас Франция. Золотой икью Карла шестого. Карла безумного, как его прозвали в народе. И было за что. Ибо монарх действительно вот он страдал шизофренией. Это были от 1380 по 1422 года. Вес у нас самой монеты 3,95 грамма. Диаметр 28 миллиметров. Довольно крупная такая монетка. На Аверсе мы видим геральдический щит с тремя лилиями внутри. Но это собственно королевский герб Франции. Круговая надпись нам говорит чья это монета. Тут сказано, что Карл правитель Франции. Реверс в такой флеровый крест. Такой толстый. Опять же лилии в нем. И также 4 короны между лепестками креста. А легенда реверса звучит очень красиво. Христос побеждает, Христос правит, Христос царствует. По состоянию, как мы видим, монета более чем достойная. И сохранивший рельеф с детализацией и штемпельный блеск. Нередкая, в общем-то, ну не сказать, чтобы дешевая все-таки золото монета. Третий экспонат нашего сегодняшнего выставочного обзора датируется рубежом 15 и 16 веков. Примерно с 1492 по 1538 год. Это тоже золотая монета. Ее вес 3,29 грамм. Диаметр 25 миллиметров. Это нидерландский, а если быть более точным, то голландской провинции Гульден, времен правления герцога Карла фон Эггмонта. Чекан Гельдерна. Эту монету можно, конечно, назвать классическим представителем средневековья. Скачущий рыцарь, машущий мечом, пышный герб в картушах и пышные же легенды надписи по кругу. Несомненно, конечно, этот предмет будет крайне интересен тем, кто не равнодушен к теме толлеров, европейской средневековой истории, истории войн, родовых замков, переделы земель и всему прочему подобному. И согласитесь, коллеги, когда тематика вашего собрания это вот нечто подобное, связанное с личностями, событиями глубокого прошлого, все эти грейды, эмэсы, наличие штемпельного блеска, присутствие какой-то церапинки, да все это уходит на второе, а может даже и на третий план. Тут важен не показатель хождения в обращение, тут история. История с большой буквы. И напоследок, самая поздняя монета нашего обзора, она же и самая крупная и тяжелая. Это и не удивительно, ведь перед нами Талер. Серебряный Талер 1597 года, герцога Генриха Юлия Бранушвейг Вольфенбюттельского. Огромная монета, весом в 28,50 грамм и диаметром 4,3 сантиметра. У этого Талера есть собственное название, правдивый Талер. И он является третьим, заключительным из серии так называемых сатирических Талеров, появившихся в результате конфликта, возникшего между герцогом и несколькими влиятельными семействами аристократов, проживающих поблизости. Ну то есть местной такой вот олигархии. И герцог этот имеет такую возможность, ну а почему бы и нет? Начиная с 1595 года, начинает их эти семейства современно выражаясь троллить, выпуская монеты с многозначительным издевательским смыслом. Сначала Ремелен Талер, мятежный Талер, затем Люген Талер, лживый Талер, ну и последним, собственно, вот этот правдивый Талер. На первых двух мы сейчас останавливаться, конечно, не будем. У меня их, к сожалению, с собой нет. Но хочу сказать, что, конечно же, очень здорово было бы и круто сделать обзор на всю линейку. Ведь владение всеми тремя этими монетами, это, по сути, уже коллекция. Но, увы, их нет. Поэтому вернемся к нашему правдивому Талеру. На аверсе там, где год, расположена латинская напись четыре строки, переводимая как «делай правильно и никого не бойся». Правда же, такую монету можно даже носить с собой, как мотивирующий и стимулирующий амулет. Талисман. В центре реверса изображена фигура обнаженного человека, аллегорически представляющего с собой правду, попирающую ногами ложь и навет. Что повторяет и надпись на латыни, переводимая как «правда победит ложь и клевету». Согласитесь, необычная, интересная и сюжетная монета. А технически этот талер, чекальный на монетном дворе Госфора, ничем не отличается от других монет того времени. Грубая вырубка, как мы видим по гурту, несоблюдение соосности. Вот на этой конкретно монете почти 90 градусов. Ну, в общем, эта монета дитя своего времени, но чертовски интересного времени. Правда? Что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, какая из представленных вам монет больше понравилась, понравился ли вообще ролик. А если понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!